В январе 2014 года в Никольском прошла встреча тогда еще исполняющего обязанности руководителя администрации Одинцовского района Андрея Иванова с местными жителями, на которой Дмитрий Кононов пожаловался на непростую ситуацию, сложившуюся вокруг стадиона в старом городке. Годом ранее на спортивном объекте началась реконструкция, но недобросовестный подрядчик, получив деньги, работы остановил и скрылся в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело, разбирательства по которому завершились только в 2017 году. В силу сложных бюрократических процедур и уголовного преследования по предыдущему подрядчику мы, к сожалению, не могли прикасаться к этому объекту, потому что все, что здесь находилось от песка до старой резиновой крошки, все являлось вещдоком по уголовному делу. Работы на объекте возобновились в 2017, а завершить их удалось в год, когда в России прошел чемпионат мира по футболу, после которого заниматься этим видом спорта мечтает каждый мальчишка. Стадион добротный, качественный, самое современное покрытие здесь, резиновая крошка, и сделали специальные ливнестоки, чтобы поле не накапливало влагу. Сделан дренаж, беговые дорожки, трибуны появились качественные. Сразу же после торжественной церемонии открытия помириться силами на современное футбольное поле вышли команды из Больших Везем и Старогородковской спортшколы. Игроки последней, как никто другой, ждали завершения затянувшейся реконструкции объекта. Раньше им приходилось ездить на тренировки в Жаворонке, а это отнимало немалый сил и времени. Все великолепно, стадион хорошо построили, мне очень нравится. В принципе, в целом хороший стадион, но правда, наверное, с резинкой переборщили. Когда бежишь, она прям под ногами мешается. Мы очень рады, ждали. 15 лет уже работаю в этой спортивной школе, пытаемся развивать футбол. Есть уже достижения без поля. Но вот сейчас появилось поле, я думаю, будем только прогрессировать в этом плане. Современное футбольное поле, беговые дорожки, уличные тренажеры, турники – все это появилось в рамках первого этапа реконструкции. По завершению второго стадион можно будет смело назвать полноценным спорткомплексом. По плану произойдет это во втором квартале следующего года. Добавим освещение, построим новые раздевалки, сделаем еще больше благоустройства, возможно, добавим парковки. И будет полноценный, даже уже не стадион, а спортивный комплекс. Плюс модернизируем хоккейную коробку, потому что она также пользуется здесь большой популярностью. От массовости к мастерству. Этому принципу стараются следовать в Одинцовском районе. Сейчас проходят конкурсные процедуры по полям для мини-футбола. Идет реконструкция центрального Одинцовского стадиона. Там завершить работы планируется в следующем году. Все великие спортсмены, все олимпийские звезды, а я знаю, я таких лично немало людей, которые мне рассказывали, даже если взять того же Вячеслава Фетисова, что начинали они с хоккейной коробки в дворе. С простой хоккейной коробки, которую еще и сами заливали, как и мы в своем детстве. Выходили с пожарными шлангами, тряпками и заливали хоккейную коробку. Поэтому все начинается с массового спорта. Местные жители по достоинству оценили новый спортивный объект, опробовали тренажеры и воркаут-зону, даже провели импровизированные соревнования по армрестлингу. Но в разговоре с нашей съемочной группой поделились своими опасениями, как бы профессиональные спортсмены не закрыли сюда доступ своим коллегам-любителям. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.